ЧИС Дорогие друзья, мы приветствуем вас на открытии 42-й федеральной оптовой ярмарки «Текстиль Легпром». За 20 лет своего существования федеральная оптовая ярмарка «Текстиль Легпром» зарекомендовала себя как главное событие рынка товаров текстильной и легкой промышленности в России, формирующие и отражающие ситуацию на отечественном потребительском рынке, эффективный инструмент поддержки российских производителей товаров. Эта крупнейшая в отрасли дважды в год вызывает огромный интерес деловой аудитории благодаря тому, что дает производителям и ритейлерам прекрасную возможность расширить круг своих клиентов, провести промо-акции, на свою целевую аудиторию пообщаться с производителями и поставщиками товаров из разных стран. позволяет проанализировать ситуацию на мировом и отечественном рынках и скорректировать свою стратегию роста. Большинство компаний отчетливо понимает, что в кризис участие в выставках – это оптимальный рекламно-маркетинговый инструмент продвижения российских товаров и услуг. С праздником, друзья! Слово для приветствия предоставляется руководителю отдела легкой промышленности Минпромторга Российской Федерации Ирине Алексеевне Ивановой. Добрый день, уважаемые коллеги! Отменим Министерство промышленности и торговли от себя лично приветствую организаторов, участников и гостей выставки. Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто по-настоящему предан делу нашей легкой промышленности, кто из года в год, используя такую прекрасную площадку, производит хорошие, красивые изделия, которыми можно гордиться, которые приятно посмотреть. И разрешите мне зачитать приветствие Министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Матрова. От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей 42-й федеральной оптовой ярмарки, товаров и оборудований, текстильной и легкой промышленности. Спасибо. Слово предоставляется президенту Московского дома моды, члену Союза художников России, нашему мэтру моды Вячеславу Зайцеву. Спасибо огромное. Я счастлив, что я могу сидеть, всех видит вас. Я счастлив, что я нахожусь на этой выставке, поскольку выставка действительно очень высокий уровень стала. Сейчас, секундочку, я поставлю нормальный микрофон. Выставка очень интересна стала. Вот мы сейчас с вами разговаривали о том, что предстоящие за эти годы выросла уровень, высочайший уровень. Наши производители прекрасно стали моделью, прекрасные ткани. Нет смысла сегодня даже приезжать до Запада, чтобы покупать что-то. Потому что мы можем все сами сделать. Самое главное, нам нужна помощь. Я думаю, что сейчас Министерство, как и промышленность, помогает, начинает нам. Думаю, что мы скоро выйдем на уровень высочайший. От всей души я поздравляю вас, дорогие друзья, с этой выставкой, с удачными экспериментами, которые вы проводите, и великолепной работой, которую выставили на стендах. Спасибо огромное, что вы есть, что вы работаете ради блага наших людей. Спасибо огромное. Семену предоставляется председателю ЦК профсоюзов работников текстильной и легкой промышленности Татьяне Ивановне Состиной. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите от имени Российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности сердечно приветствовать и поздравить всех участников, гостей, организаторов с началом работы 42-й нашей ярмарки. Спасибо. Дорогие друзья, слово предоставляется ректору Московского государственного университета дизайна и технологии Валерию Савельевичу Белгородскому. Дорогие друзья, коллеги, я хочу поздравить вас с открытием уникальной выставки. Пожелайте всем удачи на этой выставке. И сегодня выставка, это не только представление вашей компании, вашего товара, но вы можете и найти своих работников для этой выставки, для работы на предприятии. С правой стороны у вас представлен совместный конкурс. Дорогие друзья, слово предоставляется президенту Российского союза производителей одежды Светлане Алексеевне Беляевой. Дорогие коллеги, разрешите поздравить вас с праздником легкой промышленности, потому что сейчас 42-я федеральная ярмарка является не только отчетом предприятий легкой промышленности, которые показывают свои достижения и возможности обеспечения потребностей населения, но, наверное, уже не только нашей страны, но и возможности выхода на зарубежный рынок. Ярмарка – это тот форум, на котором можно оценить свои успехи и увидеть необходимые перспективы развития. Поэтому мы желаем вам всем найти своего потребителя, найти партнеров и получить удовлетворительные и хорошие результаты для того, чтобы было направление деятельности на следующие годы. Дорогие друзья, чиновные сябры, для того, чтобы сейчас прозвучало это приветствие, необходимо было выиграть три медали по биатлону. Встречаем! Слово предоставляется начальнику управления концерна «Белликпром» Анне Владимировне Дашковой. Уважаемые коллеги, друзья, спасибо большое за упоминание нашей чемпионки. У нас вчера было две золотые медали по фристайлу тоже, поэтому я как раз села в поезд, чтобы ехать на выставку и объявляли по радио, что у нас еще вторая золотая. Поэтому, ну, как известно, Беларусь и Россия сложно делить эти страны, потому что у нас общее прошлое, и мы всегда радуемся успехам россиян. Надеюсь, так же, как и россияне радуются успехам наших спортсменов, и не только спортсменов. Дорогие друзья, слово предоставляется основателю нового российского одноименного бренда Анна Чапман, новый российский товаропроизводитель одежды. Добрый день. Дорогие друзья, когда я вернулась в Россию три с половиной года назад, я решила больше не покупать западных вещей. Я пошла в магазин и решила одеться во все отечественное. Я очень долго, часа три или часа, это четыре, может быть, ходила по молу, и так ничего и не нашла. Я не отчаивалась. Я пошла на следующий день. Я облазила весь интернет. Я сделала все возможное, чтобы пойти купить отечественную одежду. Но мне это так и не удалось. Оставшиеся три года я все еще нахожусь в поиске. И, собственно, все эти три года все, что я нашла, одеваю на себя. Меняю я одежду нечасто, потому что ее не очень много. И вот случилось чудо. Полгода назад я встретила человека, который делает то же самое. При этом его никто не садил в тюрьму и никто не подвергал стрессу. Это был настоящий патриот. Это мой коммерческий директор. Сегодня я ее встретила на этой выставке. Она мне говорит, Аня, счастье, я нашла теперь отечественные колготки. То есть теперь мы сможем одеваться полностью во все российское. Кроме того, что мы одеваемся во все российское, мы запустили бренд, который полностью создан, производится в России. Мы этим очень гордимся и надеемся, что таких людей, как мы, которые не только на словах патриоты, но и на деле, станет больше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте сейчас воспользуемся моментом, когда для легкой промышленности появилась надежда на возрождение. У нас появились фабрики, которые делают хорошие ткани. И мы с Анной будем стараться производить нашу одежду как можно более, используя ресурс российских тканей, российских производителей. И поэтому мы очень-очень надеемся, что россияне будут носить только российское, как делаем мы с Анной. Мы гордимся Россией и надеемся, что наши совместные действия смогут вернуть ей славу великой текстильной державы. Давайте будем держаться этого курса и никак не меньше. Спасибо. Я думаю, что они и друзья чем чаще будут бывать на наших ярмарках и будут иметь таких друзей, они всегда будут обуты и одеты. А для этого мы приглашаем президента УАО «Росликпром» Александра Александровича Круглика. Дорогие друзья, мы сегодня находимся на 42-й федеральной оптовой ярмарке. 21 год здесь, на ВВЦ, проходит смотр легкой промышленности. В первую очередь, России. Более 80% участников – это российские предприятия. А на сегодняшней ярмарке собралось более 2300 предприятий-экспонентов. Дорогие друзья, хочется поздравить вас с нашим праздником отраслевым. Приветствовать от имени акционерного общества «Росликпром» и от Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Пожелать всем успехов в нашей легкой промышленности. И хотел бы обратить внимание, организаторы ярмарки каждый раз стараются сделать что-нибудь новое, что-нибудь интересное. А есть новое, интересное, традиционное. Ну, например, Вячеслав Зайцев скромно не сказал, что на стенде коров представлены ткани, разработанные им. Завтра в 2 часа будет целый час показ его новой коллекции мод. У нас вообще очень хорошая деловая программа. Сегодня прошел уже конкурс молодых модельеров «Экзерсис». Завтра мода России. Кто может не оставить стендов, бывает посмотреть. Это настоящий праздник, наш праздник легкой промышленности. Успехов вам! Спасибо! Настоящее слово министра. Ну, а чтобы как бы настроить на несколько строк, на добрый шаг. Настал, друзья, торжественный момент, Что в нашей жизни редко так бывает. Нам ярмарка, которой равных нет, Гостеприимно двери открывает. Неоскутнела русская земля И с густными большими мастерами, И мир одежды царства текстиля Распакнули щедро перед нами Ассортимент российский, Цены Божий дар. Покупай всем близкий, Наш родной товар. Ассортимент всем близкий, Цены Божий дар. Покупай всем близкий, Наш родной товар. Торжественная честь, Генеральный директор ЗАО «Текстиль-Экспо» Галина Владимировна Ртищева. Дорогие друзья, От имени организаторов Я благодарю всех, Кто сегодня пришел на ярмарку. Сегодня в адрес ярмарки Было сказано очень много теплых слов. Мне остается добавить только одно. 42-ю федеральную оптовую ярмарку «Текстиль-Экспо» Объявляю открытой! «Текстиль-Экспо» 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 С праздником, дорогие друзья! А! С приятным Открытием Ярмарки, друзья! Удачи! Здоровья! Здоровья! Всего самого лучшего, друзья! Еще раз с праздником!